Добрый вечер! В эфире Магнитогорская Время. И сегодня, друзья, я с большим удовольствием, чем обычно, начинаю эту программу, потому что рядом со мной Лариса Анисимова. Наконец-то вышла она к нам на работу, к вам, друзья, в прямой эфир. Три года мы не виделись. На это есть у Ларисы Анатольевны уважительная причина. Она, эта причина, уже ходит в детский садик. Дай Бог здоровья и маме, и дочери твоей. Не мог я не сделать этого в прямом эфире. Это тебе. Мы очень рады, что ты с нами вновь. Андрей, мне так приятно сегодня быть здесь. Не только потому, что меня сегодня ждут очень приятные сюрпризы. Сегодня я возвратилась в эфир. Три года меня не было. Я действительно очень рада, потому что в нашей профессии журналистика либо сразу надоедает, ты устаешь и уходишь, либо болеешь этим делом всю жизнь. Так вот, у меня второй вариант. Я рада вернуться. Будем вновь решать ваши вопросы, радоваться за вас, помогать в непростых ситуациях. Чтобы у тебя такая времячковская зависимость. Времячковская зависимость стойкая на всю жизнь, я надеюсь. Все, друзья, кроме возвращения Ларисы, у нас с вами есть еще повод для празднования. Совсем скоро вся страна будет отмечать 23 февраля, День защитника Отечества. Но мы-то все с вами прекрасно знаем, что во всех офисах страны уже завтра, где-то, может быть, и сегодня приступили к празднованию. Ну и значит, многие уже как минимум определились с поздравлениями и подарками. Да, но если учесть тот факт, что буквально день на день не приходится, как мы ломали голову над тем, что подарить на 14 февраля, то 23 февраля, я не знаю, уже головы лопаются просто у всех от того, что же, где же купить, что говорить про 8 марта, который буквально вот тут через несколько дней будет. Поэтому, друзья, мы сегодня хотим спросить у вас, как вы справляетесь с чередой праздников, вот этих самых, откуда берете идеи для подарков, как планируете семейный бюджет в связи со всем с вот этим. А быть может, вообще вы считаете, что все это от лукавого, и что не нужно придавать этому особого значения, нужно просто спокойно отдыхать. Звоните, делите своими эмоциями. Нам интересен телефон в студии «Прежний» 24 55 11. А какой праздник мы празднуем в феврале? Новый год. Новый год в феврале? Пусть ребята еще не вполне выучили череду праздничных дат, но точно знают, какой бы ни был праздник, главное – подарок подготовить. В 30-м детском саду всю неделю на занятиях малыши клеили, рисовали, разукрашивали. Сегодня – последние штрихи. Достаточно очень быстрее. Ребята помладше принесут домой объемную, непростую в исполнении открытку для папы. Дети постарше спастерили корабли – настоящие российские лайнеры. Такие и не каждый взрослый сделать сможет. Илье осталось только российский флаг к мачте прикрепить. Валентина Васильевна наплыва покупателей ждет в последние предпраздничные дни. Ее клиенты – те, кто поисками оригинальных подарков себя не утверждают. Дарят то, что, как говорится, в хозяйстве пригодится. Магазины носочно-чулочных изделий на 23 февраля делают хорошую кассу. А еще вот какие большие мешки есть. Много у меня тут чего есть. Продается и носки, и трусы, и футболки, и рубашки продаются. Готова к наплыву покупателей Татьяна. Она продает бытовую химию, принадлежности для бритья, гели, для душа, парфюм – все это по-прежнему считается универсальными подарками защитникам Отечества. Обычно женщины больше любят мужчин, чем мужчин и женщин почему-то. На 23-й всегда торговля лучше, чем на 8-й марта. Вот и Ольга, автор нетривиальных подарков, заметила. Удивить своим презентом стремятся в большинстве своем женщины. Она делает на заказ приятные надписи на халатах и полотенцах. Такого большого количества заказов на 8-е марта у Ольги не будет. Зато к 23-му февраля ей нужно успеть расшить все эти халаты, которые пока сложены в стопки. Как правило, именной халат. То есть это имя, фамилия, либо самый любимый муж, папа. И вышивают дополнительно либо там льва какого-нибудь, либо коронку. Чай, галстук, вы просите, не знаю, с галстуком, да? Эта четверка – актив педагогического коллектива 28-й школы. В штате учебного заведения на 70 девчонок. По статистике даже нет и пяти ребят. Мужчин, признаются учительницы, после многих лет совместной работы уже трудно удивить. Мы им пели, мы им танцевали. Девчонки молодые им даже кан-кан танцевали. Очень понравилось им. Анатолий Иванович, директор школы, смущен. Он не любит особенных поздравлений в этот день и уверяет, от женщин в праздник ему будут приятны улыбки и объятия. Иначе, шутит Анатолий Иванович, на 8 марта можно будет разориться на ответных подарках. Мы шашлыки жарили, мы их уварили на территории школы в нашем дворе. Некоторые случаи, мы там небольшие четверостищи высказываем в этом плане. Материально что-то в этом плане им подарить очень сложно, конечно. Но по цветочку бывает мы покупали. Цветочек, открытка ли, дорогостоящий или символичный, подарок на любой праздник должен быть в первую очередь искренним. Пусть даже это будут просто слова. Чтобы папа не болел, чтобы папа был здоровым, чтобы папа был сильным, чтобы папа хорошо питался. Ну вот действительно, дороже всех подарков. Это вот такие вот искренние слова из уст ребенка. Ну а что касается подарочно-развлекательной индустрии, то она же не стоит на месте. Это неудивительно. Кстати говоря, сегодня я прочитала, что Россия у нас входит в безоговорочные лидеры по количеству выходных дней в году. В топе мы. В топе. Мы любим отдыхать, друзья. Мы отдыхаем намного больше, чем отдыхают англичане, допустим, или норвежцы. Ну я думаю, нам по менталитету положено. Я вам хочу сказать, Клавдия Дмитриевна же тоже на работе, которая нам сейчас звонит. Клавдия Дмитриевна, здравствуйте. 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 Вы сейчас пришли на работу, работаете в ночь, вы сторож, но вас не покидает мысль о том, что 23 февраля же скоро, так? Я вот хочу поздравить всех мужчин. Так. И заодно свою семью. Поздравляю всех мужчин, воинов и служилых ребят в армии с праздником. Желаю им здоровья крепкого. Настроение поднятого. И чтобы были всегда они счастливыми. Клавдия Дмитриевна, ну я немножко с вами пообщалась, знаю, что у вас есть свои традиции. Сына и мужа вы всегда поздравляете песни и торт печете. Вот какая песня? И в пару слов, что за рецепт волшебный? Ну, Наполеон мы... Я сейчас на скидку не скажу вам. Наполеон, Наполеон. Почему нет? 23 февраля, Наполеон. Дома я делаю книжечки по своей, по рецепту. Так. И песню. А песню мы поем, песни разные. Особенно нам нравятся песни... Сейчас у нас много вообще-то песен. Но они военные тематики-то хоть? Нет, не всегда. Правильно, они должны быть мирные тематики. Клавдия Дмитриевна, спасибо вам большое за звонок. Правильно вы делаете, что поздравляете, готовитесь заранее. Даже на работе не покидает мысль вас от предстоящих праздников. От имени мужчин, Клавдия Дмитриевна, большое вам спасибо за поздравление. И у нас Лилия на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Как вы справляетесь с чередой праздников и что вы хотели еще сказать нам сегодня? Ну, во-первых, я хотела поздравить Ларису. Возвращение в нашу пирс. Спасибо. На любимую программу «Времечко». Спасибо большое. Во-вторых, значит, у меня дочь рождена, у нее не рождение, а 7 марта, это канун 8 марта. А сын рожден в начале, накануне такого праздника, как Крещение Святое. То есть вот вам вот это сочетание, череда праздников, оно вам близко, как никому другому вообще? У вас подряд мероприятие. Да, получилось так, что и новогодние праздники у меня есть какие-то... Да, Юлия, вы сказали, что вы своими руками всегда делаете подарки. Что вы делаете, как? Я сыну, ну, в основном сыну вяжу носочки, дочери вяжу носочки. Вот, внукам, у меня их уже четверо внуков. Внукам я вяжу кофточки, варежки. То есть я не настолько богата, так будем говорить, но это сделаны от всей души. Своими руками подарок всегда, конечно, лучше. И они несут тепло. И я знаю, что у меня зимой внуки, сын, они ходят в тепле. Прекрасно. Лиля, спасибо вам большое за звонок. Я единственное хотел поправочкой большой внести в ваше замечание насчет богатства. Вы богатый человек, вы же сказали, у вас дети, внуки. Ну как, как не богатый человек? Безусловно, богатый. Да, поэтому у вас и праздников много так. Не было бы родственников, не было бы сыновей, детей, внуков. Не было бы у вас, конечно, и богатства. Кстати говоря, вот для тех, кто не вяжет сам и не знает, собственно, что своими руками сделать, мы сегодня можем упростить задачу. Звоните, делитесь своим опытом, в опыте, вы понимаете, предпраздничной подготовки. Вот как правильно сформировать и свой семейный бюджет, и вообще идею, как родить, скажем так. А мы будем дарить вам за это подарки. Фабрика «Русский хлеб» приготовила специально к празднику брутальный мужской торт. Вот он, вы можете его видеть. Ну вот до вторника, до самого праздника, он, конечно, не доживет. А вот завтра, в последний рабочий день, вы сможете угостить им мужчин-коллег. Ну или сам человек может съесть, правда? Да, да, конечно, в одного, так сказать, такие торты из тематической коллекции «Русского хлеба» вы сможете найти, друзья, в магазинах города, в частности, в сети «Сдобнов». Подарите своим близким и любимым защитникам вкусные, свежие, бесшоковые заморозки, яркие, оригинальные торты ручного работы. Да, ну вот я хочу сказать, что специально к мужскому дню наша программа и Андрею сделала сюрприз. Мы дали возможность Андрею попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Даже, я вам хочу сказать, Андрей одну норму-то попытался сдать. Давайте посмотрим сюжет, за что нынче можно получить значок ГТО. Ежедневная пробежка, если не на лыжах в экопарке, то на дорожке легкоатлетического манежа – привычное дело для этих мужчин. Безусловный авторитет спортивной троицы Степан Федорович Колесниченко. Вспоминая свои предвоенные юношеские годы, ветеран констатирует – путь к здоровью был непростым. Лыж не было настоящих, коньков не было, самоделки все были. А турник стоял два столба здоровенных и сверху лом, потому что прикрепленный. Вот это моя была физподготовка тут в школе. Спутники Степана Федоровича – настоящие чемпионы. Борис Булахов и Михаил Федичкин – известные в городе спортсмены. Вместе трудились на комбинате в третьем листопрокатном, вместе завоевывали спортивную славу магнитке. Так получилось, что в свое время я побил рекорды Георгия Чевычалова, который выступал на Олимпиаде в Риме. Побил я его рекорд 200 с барьерами, 400 с барьерами и 400 гладкую. Ходил в кросс, спринт, стрельба по всем правилам, плавание по всем правилам, и метание гранаты, техника копья, олимпийский вид. Вот эту вот сумму по очковой таблице считалось, а у кого очков больше, тот и чемпион, допустим, первый. Чемпионы советских лет уверены, подобные соревнования – недалекое будущее современной России. Начало движению положено, нормы ГТО сдают по всей стране. Пока, правда, только выпускники школ и учащиеся учреждений профтехобразования. Выпускников школ, где-то порядка 479 человек выполнили нормативы ГТО. В Челябинской области только первое вручение планируется. У нас есть две бронзовых значки из ГТО. В ближайшее время, я думаю, они поедут на прием губернатору для получения первых значков. Одиннадцатиклассники, которым выпала такая доля, еще и нормы ГТО сдавать ведут себя по-разному. Кто-то уверен в своих силах, а кому-то явно не по себе. «В моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет». «Так переживала, что ты закончила?» «Я на самом деле плохо умею плавать и сдавала ради серебряного значка, потому что здесь не учитывается время». Парни нервничают меньше. Павел, к примеру, мечтает поступить в кадетское училище. И он один из тех, для кого дистанция 50 метров свободным стилем – задача несложная. Главный судья соревнований говорит, что такие ребята – скорее исключение из общего неутешительного правила. «В целом неважно. Даже чисто внешне можно определить. Но вот сейчас пока первая партия идет, вроде сухенькие такие, а ватки – безобразные, мягко говоря». Еще одно испытание на пути к значку «Готов к труду и обороне» – стрельба из винтовки. Пневматическое и мелкокалиберное оружие нынешней молодежи не доверяют. «В этом тире винтовки – это настоящее электронное устройство, которое, как и мобильные телефоны, требует подзарядки. С точки зрения безопасности это, конечно, очень здорово, потому что и норматив выполнить можно, и никого не застрелишь. Это точно совершенно». Ну, в птичку-то я попал, понимаете, друзья. Почти что сдал. На самом деле, мне понравилось, я объясню, почему там три птички сидело. Значит, мне понравилось настроение, с которым ребята окунулись в новое для себя дело, в сдачу норм ГТО. Техника, правда, подводит. Именно поэтому вот был такой шутливый выстрел там в этих птичек, и ребят мы не увидели, которые сдавали нормативы по стрельбе. Я могу сказать, что мы с тобой будем сдавать нормы ГТО с 17-го года, начиная, не раньше. Вот, поэтому есть время для подготовки. Там уже в другой возрастной категории, видишь, там уже другие нормы будут. Я к другим готовилась. Понятно, у меня, например, свои, у тебя свои будут нормы. Ну и все правильно. В общем, друзья, если кто-то из ваших знакомых, ну, увлекается, понимаете, тренировкой, тренируется человек, хочет нормы ГТО сдать, вы нам позвоните, расскажите, может, рекорды какие делает, значок, может, кто-то собирается получать, мало ли. Позвоните, будем знакомиться. А пока будем мы с вами разговаривать с Любовью Владимировной. Любовь Владимировна, здравствуйте. У вас удивительная история, потому что 23 февраля это ваш праздник. Говорите, почему так получилось. Здравствуйте. А вы знаете, а вот я освобождена от всех вот этих подарков. Я сама служила в армии 25 лет, и у меня муж, сын, мальчики, все мои военнослужащие, я уже на пенсии 12 лет, и вот для меня 23 подарка, и 8 марта, меня только поздравляют. И я вот этим живу, радуюсь, а то, наверное, на пенсии вообще уже не такая бы была позитивная, не такая бы интересная, поэтому я жду подарков. Любовь Владимировна, а звание-то какое? Звание же должно быть человек, если вы благослужащий? Да, конечно, конечно. Я командир ввода медицинской роты. Медицинской роты. Это и медсестра, и командир сразу в доме есть. Да, вы знаете, у меня в учреждении было 100 человек, и я вот лечила своих мальчиков. Даже и приходили майоры, и подполковники. Всю душу. Меня называли мать Тереза. Мать Тереза. Спасибо вам большое, Любовь Владимировна. Очень интересно было с вами познакомиться и послушать вас. Спасибо. У нас Ксюша дожидается выхода в прямой эфир. И Ксюша ушла из прямого эфира. Она хотела деда своего поздравить и папу крестного. Ну, не назвала имя? Нет. Ксюша, дозванивайтесь, есть возможность. Я хотела пересказать звонок Михаила Константиновича. Он очень хотел поздравить своих соармейцев. Я не знаю, как это правильно называется. Сослуживцев. Дело в том, что сослуживцев, да, в 73-м году они демобилизовались. В городе их, в Магитогорске нет, они все в Питере и в Москве. Но чудом хочет Михаил Константинович. Привет улетел туда. Привет улетел, потому что корабельным старшиной был Михаил Константинович. И он не может остаться в стороне, когда мы говорим о военнослужащих, о таком празднике. Михаил Константинович, передали мы ваши приветы. Звоните еще, будем всегда рады вас услышать. А чтобы вам стало веселее звонить, расскажу я еще об одном подарке. Есть у нас вот такие сертификаты от магазина «Рыбакова». Два сертификата по 500 рублей достанутся кому-то одному. То есть вы сможете сделать покупку на 1000 рублей. Снасти, прикорм, лодки, одежда для рыбалки, все что угодно может там приобрести. Торговый центр «Дом», проспект Карла Маркса, 210, сокольный этаж. Звоните 24 55 11 и выигрывайте. Кстати сказать, такой вот паровоз праздников наводит разных творческих людей на различные интересные мысли. Например, одна из инициативных групп в интернете даже предлагает объединить три праздника в один. Сейчас следите, какие три объединяются. Вот так называться он будет, по их мнению, «Международный день женщин, влюбленных в мужчин». Кого же еще, конечно. Неплохая, кстати, идея. Посмотрим рекламу, друзья, и вернемся. КОНЕЦ 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 мужчин в преддверии праздника без своего внимания и теплых слов дорогие наши мужчины вам выпала нелегкая задача быть защитниками для нас поэтому в этот праздничный день я желаю вам свежих идей прекрасных стремлений чтобы ваши успехи были яркими а победы достойными с праздником с праздником дорогие наши мужчины с 23 февраля оставайтесь всегда такими же мужественными инициативными смелыми и решительными а мы свою очередь обещаем вам каждый день дарить свою красоту обаяние и любовь и только для вас с праздником дорогие мужчины дорогие наши мужчины сегодня мы с новорожденной девочкой которые нет еще даже одного дня хотим поздравить вас с этим замечательным праздником с днем защитника отечества для каждой семьи своей вы опора быть надежда на будущее вы уверенность завтрашнем дне вот вам подтверждение от всей души мы вас очень любят мы вами гордимся мы вас верим вам здоровья счастья успехов удачи благополучия и достатка и пусть из поколения в поколение каждой вашей семье всегда звучит задорный детский успех дорогие наши защитники поздравляю вас с праздником мы желаем чтобы вы были здоровыми сильными спортивными не забывая про тренажерный зал а мы свою очередь будем оставаться стройными красивыми любимыми с праздником наши дорогие мужчины прекрасное зрелище друзья я например с удовольствием посмотрел не знаю как лариса сегодня мы говорили о предпраздничной суете о подготовке к дню защитника отечества спасибо друзья всем кто принял участие в этом эфире праздничном эфире без всяких оговорок торт от компании русский хлеб отдадим к лавдии дмитриевне а сертификаты от магазина рыбалково достанутся лилии поздравляем друзья забрать призы и не надо с этим медлить завтра забирайте по адресу ленина 124 дробь 1 телекомпания твн да ну а мы на этом прощаемся с вами и напоминаем что хоть сегодня пятница но она не настоящая пятница потому что завтра суббота да и собственно суббота не настоящая потому что она рабочая поэтому мы желаем вам завтра удачи в рабочем дне пусть хорошо закончится продуктивных выходных конечно с праздником с наступающим дорогие мужчины праздником увидимся в среду друзья до свидания а